Я думаю, да. Вместо шариковых ручек швабры, вместо блокнотов камни. Вот так журналисты осваивают диковины, пока еще для Алтая, древний вид спорта под названием керлинг. Да, весело. Вы сами смотрите, наблюдаете. Начинает что-то получаться. Заводят в дом, смотрите, баталии, страсти накаляются. Так что все здорово, всем интересно. Перед стартом нужно обязательно запастись калориями. Их за пять часов игры каждый сожжет не меньше нескольких сотен. Сладкий подарок, как нельзя кстати, сразу же после самое время собирать и разбрасывать камни. Вас приветствует союз журналистов. И очень хотелось бы сказать, что всю ночь мы, не попадая в руки, пьем вот такой замечательный вкусный торт. На самом деле это не так. Заливка льда, как отдельный вид искусства, с помощью воды создается тот самый керлинговый лед, который не похож на хоккейный. Капли создают бороздки, по которым скользит камень. Главное притереться к броску. Понравилось, конечно, бросать, хоть и не получается, поскольку возраст сказывается, как ни странно. Кости уже не слушаются и суставы. Но тем не менее, игра азартная. Мне прям, мне понравилось. Первый в истории турнир среди журналистов бьет рекорды. Терли лед до дыр шесть команд. Это представители практически всех региональных СМИ. В этом холодном виде спорта, чтобы оставить друг от друга камень на камне, нужно постараться. Важно не просто покатить правильно, но еще и точно попасть. Для усиления дальности есть специальные щетки. Со стороны движения ребят напоминают работу домохозяек. На самом деле, я скептически очень относилась. Я думала, это будет неинтересно очень долго. И, ну, в общем, как-то не верила в то, что мне понравится. Но, в принципе, сейчас, сыграв уже первый энд, мне прям очень сильно понравилось. Каменные лица сменились и на улыбки. Такой забавой народа в Шотландии, которая докатилась и до Алтая, участники турнира остались довольны. Правда, сборную сибирской медиагруппы разочаровало лишь одно. Остались вне призовой тройки. Зато, говорят, навыки помытью полов теперь наверняка улучшились. Кирилл Политов, Александр Антропов. Наши новости.